здравствуйте друзья мы как вы видите немножко в пробке стоим но это не то ради чего я начал показывать вам дорогу и вот этот сюжет а я хотел ответить на вопрос не цветет ли у нас там вообще не пришла ли весна как вообще вот с цветением и мы с вами смотрим с этот мимоза друзья это мимоза вот 17 дорога 17 хайвей который идет из санта круз туда в сторону сан-хосе на кремниевую долину он весь в этой самой мимозе то есть вот так если бы хотелось именно по мимозе пройтись то вы могли бы на этом пути там скажем минут десять только ехать мимо мимозы вот не так ехать как мы сейчас конечно а уже ехать ехать так как положено вот мимозы много если я сейчас я думаю что дольше вот это мы только как бы начали да мы самом начале пути дело в том что там оползень дальше по дороге мы не знаем чем связано конкретно это но вот когда мы ехали в эту сторону значит там был оползень и одну часть дороги вот половину пола нашу нашу как раз где мы сейчас едем да вот эту часть дороги засыпала пол то есть засыпала по серьезному там это гора земли была на этом месте и позавчера там шли какие-то работы все всех водителей значит отправили во встречную туда на встречную полосу ее разделили пополам дорога двухполосная было так что одна полоса тут а другая полоса сюда и вот я полагаю что там еще не убрали всю землю слушай какая мимоза хорошая очень красиво прямо как нет зум я не могу сделать то можно выскочить быстренько наломать там пару веточек и обратно в машину до белую березу заломать и как вот в песне поется это желтую мимозу заломать и хотя наверное это не положено так делать мне кажется все друзья вот вам мимоза вот вам весна вот вам калифорния вот пробка вот ну пробка господи кто кто там пробки не видел бывает и пробка может быть я тогда такая длинная пробка вот так ну давай мы покажем нашим зрителям да все равно стоим вот вот на телефоне светиным там какая-то вот эта красная эта пробка вот так что привыкаем к айфону да так что привыкнем вот и вы видите слева тоже там такая густая потрясающая мимозище а свет посмотри серьезно серьезное мимозище и вот там дальше так может быть их не так здорово видно но они есть вот так что на этом мы наш мимозный репортаж заканчиваем вы видели друзья еще совсем недавно было светло и росла мимоза ой растет мимоза в поле ручья до в пробку угодила я в общем а тут две полосы сходятся вместе как мы вам и обещали у свет и значит на мобильнички значит говорят что там впереди еще minor accident такой небольшой такой небольшой эксиденте я хотел вам показать как вот на дорогу насыпалось видите мы сходимся в одну полосу сейчас давайте сойдемся так давайте так граждане встаньте в очередь товар не дефицитный всем хватит так так слева какой-то чек нехороший хочет пролезть пролезть хочет а нет нет у меня слева нет а мы объезжаем вот этого который стоит это вот а вот тут уже две полосы стали одной и мы сейчас должны вот со встречной со встречной полосой должны как-то так объединиться и дело в том что на этой части дороги вы видите нету слева разделительного бетонного бортика потому что в общем то большую часть дороги здесь такой ну даже нельзя как его сказать еще одна промежуточная полоса да ну просто там бетонные такие стоят метра метра высоты нет нет они они не на всей дороге есть вот и написано вот видите там полоса закрыта видите полоса закрыта и мы так не спеша не спеша хотя казалось бы свет да вот казалось бы мы уже все встали в одну полосу и уже тут то мы могли бы ехать и побыстрее но друзья что получается когда люди проезжают мимо того места из-за которого все и произошло они не спешат они тогда едут медленно с интересом рассматривая что собственно произошло вот так еще хорошо что они поболтать не могут на дороге цепочка тянется до самого конца 18 поэтому нет нет там нет но мы же ехали пару дней назад это 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 мероприятие было не непродолжительным а там с горы насыпалось вот вот слева вот слева вы видите этот бортик о котором я говорил вот он вот то есть 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 места где бортика нету но мы пока что пока что мы едем по своей полосе и никак не взаимодействуем со встречной двое полосами встречным же в прошлый раз это был позавчера 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 вот вот та полоса которая слева тут по ней мало кто едет вот они ее пополам поделили где где вот они стоят в правой полосе так тут на самом деле есть такие площадки справа где у них стоит техника строительная просто отдельные такие площадки если чуть чего они там базируются и выезжают оттуда на какие-то свои задания не то здесь пока ничего такого нет ну хотя бы мы едем да вы видите друзья мы тут за час проехали две мили уже спели песни почитали комментарии да значит мы читаем комментарии под нашими видео давайте я может быть расскажу в чем тут у нас так сказать вызов создание видео над тремя 6360 вот эти вот панорамные дело в том что камера сама снимает с относительно приличным разрешением ну с учетом того конечно что все равно это делится на так сказать на все пространство а не как вот там обычная камера снимает куст это прямоугольничка но у меня нет такого редактора я не знаю может у кого есть где-то в природе есть но у меня такого редактора нет чтобы можно было кусочки вместе собирать поэтому получается такая история если мы хотим чтобы было первозданное качество а ну там типа ну таких условных 3000 там вот так серьезное качество по сравнению с тем как я могу сделать сам то я должен просто лет готовый кусок видео и повесить его больше того я не могу например там три кусочка или даже два кусочка соединить вместе что получилось одно видео без того чтобы их смонтировать там пожар нет ну какой пожар света прожектор там это прожектор да сейчас увидим получается такая история чтобы качество было приличным нужно снять одно единственное видео и вот его и повесить мало того если вы захотите оттуда что-то вырезать вот как я про поручика ржевского сегодня мне довелось вырезать то это уже все это вы должны взять обычный свой софт в котором вы делаете редактирование потом все это вместе значит соединить и то разрешение которое у меня получается лучшее что я могу сделать и то что вы видели сегодня вот в этом относительно продолжительном сюжете о том как мы там вдоль океана ходим там было 1080 прийти все-таки 1080 это не не до мне не 2000 и не 3000 то есть она была как бы гораздо хуже чем оригинальное качество поэтому я один маленький сюжетик взял на две минутки и повесил его после этого видео до называет он снова 360 снова там на океане но вот оригинальное качество чтобы вы могли сравнить что получается при съемке при съемке и что становится с этой съемкой если мы начинаем все до кучи вместе собирать собирать вот это вот как бы такой интересный момент так что мы продолжаем учиться как с этим работать и я начинаю и продолжаю немножко там значит вот пожалуйста ушли на встречную да давай вот мы я даже поверну немножко правее камеру и едем мы не спеша вот ты видишь тут что-то такое да но вот они ну да фонари фонари нет пока особо не видать ничего да может быть может быть дальше там будет потому что мы только начали наш путь в объезд ты видишь да но уже скорость прошла уже хорошо уже получше да это вот вот как объяснить вот это вот понимаешь да так вот я начинаю потихонечку разбираться с айфоном я последний раз там четыре года назад у меня третий был я уже не помню вообще ничего что там у меня было кроме того что она мне не очень нравилось вот это конечно машина зверь и я это могу сказать потому что все таки я с видео работаю и там действительно и файлы тяжелые да и как бы процессы сложные такие ресурсоемкие и в общем она пыхтит но 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 неплохо работает и кажется очень так уважение вызывает безусловно вот насчет интуитивности я конечно имею большие сомнения вот может я не такой самый интуитивный непонятно мы начали пользоваться какими-то приложениями которыми раньше не пользовались вот например там для отслеживания трафика да там всяких пробок еще там какие какие были я не помню я вот постоянно подключаюсь к свете мы смотрим вот как например найти что-то и закрыть оплекушку как выйти из нее но она не не работала в граунде потому что это все живет наши ресурсы но это это по мелочи на функциональность нужно просто какие-то какие-то настройки и в общем приходится так вот пальчиком туда-сюда там по самым неожиданным местам там пошлепать и вдруг где-то вылезает и то что тебе надо это думаешь боже но как же сюда-то попало да почему она и главный второй раз найти вот точно так же сложно потому что забываю абсолютно не интуитивно абсолютно закрыть открыть ну что я не вижу пока справа ощущение с уже судя по тому но я тут эти туалеты да что они сняли покрытие здесь дороге ты пошел вот такое темное что ты не можешь сказать стоит экскаватор понимаешь что выкопали что-то да да мне такое ощущение что тут ну в общем да вот эта темнота создает ощущение траншеи какой-то да но я надеюсь что там они обошлись без этого там лужа не так постой постой вот фонарь ты свои горы земли ты посмотри вот она вот она осыпалась вот вот тут все произошло смотри как стащили вот она насыпалась а его а его вот тут разбирают дерево упало вот земля 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 вот свои сколько это вот это вся гора вся гора осыпалась даже если кто-то под ней оказался завали там ну я я могу сказать что об этом ничего не писали вот все я могу теперь камеру повернуть уже вперед и мы едем и мы самое интересное сейчас начнется когда мы проедем вот эту жестокую полосу пиша то мы ехали мы ехали в противоположном направлении последний раз и ехали просто как вот ножик в масло понимаете вот так же как эти ребята сейчас едут все вот бетонный бортик мы пока продолжаем ехать по встречной полосе разделенные на две то есть видимо это не так просто снова их слить то есть снова вернуть на ближнее место и я думаю что в частности из-за этого бортика это не так просто нужно найти место где бортик будет прерываться и тогда нас могут вернуть обратно хотя может работы работы и туда ну ну здесь здесь по моему да все мы вернулись это тут техника просто стоит все мы вернулись на круги своя и можем уже испарился ехать ехать до никого нет только мы я хочу сказать что мы-то в гости ведь едем 40 минут назад мы должны были приехать в гости сколько нам навигатор когда осталось ехать 25 минут но вот мы с опозданием в час сейчас приедем в гости приедем мы в гости к очень интересным людям мы с ними сюжетик за снимем я не знаю или сегодня за снимем или можно сегодня тоже снимем да вот потому что речь шла о том чтобы так поболтать а потом может быть что-нибудь заснять и поболтаем и заснимем у меня с собой камеры я сам какой-то ящик не надо завести значит такие бывают ящики для фото принадлежности а то я так по карманам такую но жесткую жесткую все друзья мы с вами прощаемся и я буду так сказать фокус на дорогу уже темно и кроме того еще может там натекать где-нибудь там с холмов какая-то водичка может быть где-то мокро так что счастлива а